Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ в студии Наталья Хохлова-Покровская. У меня сегодня в гостях замечательный гость. Итак, Юрий Лукьяненко, он же Юрий Лучано. Он же Юрий Гадо. Я думаю, что может быть есть одесситы, которым это имя почти неизвестно, поэтому сегодня вы подробнее узнаете. Но если бы сегодня была такая возможность, увы, спросить у Лучано Поворотти, нет, наверное, у Пласида Доминго, у Монсеррат Кабалье, у Андреа Бачели, кто такой Юрий Гадо, они бы знали, о ком идет речь. Юрий Гадо сегодня в студии. Юрий Гадо, его голос звучал на подмостках легендарных реал-опера Корнеги-Холл в театрах Парижа, Неаполя, Венеции, Мюнхена. И его хорошо знал король Испании, Хуан Карлос. И даже вручил ему, то есть это как называлось, Юрий, лучший голос Испании, да? Это лучший голос Испании. Ну, чтобы долго не говорить, давайте послушаем лучший голос. Лучший голос Испании, который долгое время был не очень известен на родине. Давайте немножечко предыстории. А предыстории, знаете, на что я, куда я вас хочу сейчас отправить? В КВН. О, вообще, ну вы по адресу обратитесь. Да, ну, собственно, с этого началась большая и очень плодотворная дорога в мир классической музыки. Потому что началась, не, классику как бы всегда любил, у меня мама бывшая первая певица. И история с голосом маминым. И история очень интересная, да, потому что, когда мама меня рожала, она так сильно кричала, что потеряла голос. Но у нее произошла, ну, как говорится, Афония полная голоса. Она очень долго. А мистически она вам просто передала свой голос, да? А потом, когда она перестала кричать, у меня пробку, как говорится, по бобке шлепнули, я так звенел. Ну, это так рассказывали, ну, акушерка, которая еще жива, Любовь Петровна. И, да, да, вот такая вот история необычная. Ну, а потом босоногий мальчик в двухлетнем возрасте в сказочке Добролычки в Кировской области бегала, кричала, не плачь, девчонка, приду, дожди, солдат вернется, ты только меня жди. Вот так вот я говорю. Вот, и потом это все перешло в школьный хор, школьного хора в рок-группу «Осторожная аэросмесь», просто ее назвали в городе Зелендольске «Аэросмесь». Потом это перешло в театральный коллектив города Кривого Рога, ДК Металлурга, где я играл священника, ну, так скажем, дьякона Жаруидного. Потом это все передалось в КВН. Ну, в КВН вы были находкой, это исторический... И сразу меня потеряли, потому что я на три года... Подождите, не уходите далеко от КВН. Почему находкой? Вы ввели новый жанр. До этого в КВН не так много пели. Давайте посмотрим, как это было в КВН. Совсем, да, юноша такой, маленький мальчик еще. И жена Александра Маслякова подтолкнула вас как раз. Я что хотел добавить к этому видео, да, это было уже после того, как я служил во флоте. А в КВН я попал до флота, когда учился в педагогическом институте в городе Кривом Роге. И потом меня забрали служить на флот, и уже после флота я вернулся, и друзья меня ждали, слава богу. И вот, да, такая вот история интересная. И она меня подтолкнула. Она сказала, что мое место не на этой сцене, хотя только рады. Но нельзя терять такой дар, мне надо идти продолжать дальше учиться. И в дальнейшем не только радовать людей своим голосом, а также приобретать своих учеников. Дальше Киевская консерватория. И вдруг... Ой, вдруг. Вдруг самое интересное во время Киевской консерватории. Не успел я туда поступить, к Владимиру Ильичу Тимохину на факультет, как сразу же произошла, ну, очень длинная, интересная история с Одессой, как я попал через Одессу. Ну, правильно, всегда через Одессу. Все делается через Одессу. И после этого я только попадаю и говорю, Владимир Ильич, вы понимаете, что мне надо найти работу, потому что я мальчик взрослый. Мне еще кормить он пол, как говорится, блока, в котором я живу, в консерваторском общежитии. Он говорит, ну, пойдешь в ансамбль песни и пляски, в хору. Я говорю, ну, хорошо, я пришел в хору, естественно, я пел не только в хоре, я был солистом. Попадаю в Америку на гастроли. С нами летал также на то время министр обороны. В 96-м году мы полетели, в 97-м вернулись. И после этого, ну, как-то я работал и в Аперетте, и в Збройных Силах Украины, и в Капеле Думка. Просто нигде не платили зарплату, вот в чем секрет был. Ну, вы помните это время, когда люди все работали, людям хотя бы сигаретами давали. Ну, нам же нотами не будут, зачем они нам. Ну, платили, но очень там... Копейки совсем. Даже не копейки, нет, по несколько месяцев. А потом ты получаешь эти копейки, думаешь, а я же в Переходе больше зарабатывал. Поэтому я подрабатывал в Переходе. На метро-университет я пел, да, у меня были уже свои фанаты, это бабушки, которые продавали семечки, носочки, огурцы, всякое такое прочее. Да, и они в конце рабочего дня, когда у меня что-то не получалось, там, заработали, они мне там... Я всегда говорил, да не надо, спасибо, что не надо. Но самое интересное было другое, что когда они заглядывали потом в этот зонтик, понимали, что они наторговали меньше, чем я заработал. Вот, и, естественно, там произошла встреча первая с президентом Украины, вторым Леонидом Кравчуком Даниловичем. Там не всегда хорошо работал в Переходе Свет. Я вижу, что идет группа людей, еще большая, такие все важные какие-то, эти бабушки, бабушек всех, да, я прихожу к бабушке, как-то неожиданно. Куда дели бабушек? Да, ну я встал по обыкновению, зонтик поставил себе, остаюсь, гитарой пою, вот, и подходит, смотрит внимательно, смотрю, президент стоит, ну, нормально, что-то. В конце концов, да? Продолжаю себе петь, да. Да, подошел парень, положил какую-то купюру очень весомую на то время, вот, и они пошли дальше, поаплодировали, пошли дальше, там была делегация, оказывается, из Канады, это были дни канадских, ну, это садуру, культура, садуру, что такое, они пошли дальше, в Драгоманово, в институте, находится педагогический, и потом подошел один молодой человек, говорит, типа, где живешь, там, туда и все, там, заедут, там, в 9 часов вечера жди, такие важные пацаны, ну, я думаю, ну, что ждать, пошел себя просто занимать своими делами, перехожу где-то в начале 12, они ждут, Ну, без всяких там, да, несмотря на то, что в 90-е могли наехать, я просто не понял, зачем ждать, вот, они сказали, мы едем на дачу к президенту, вот, такое вот мое произошло знакомство с Лениным Дмитриевичем, очень мне тогда понравилось, потому что он играет на гитаре, поет, возле костра. Музыкальный человек, очень музыкальный, мы попели песен, меня вернули обратно в общежитие, с хорошим заработком, он щедрый человек, много всяких вкусов, блок пировал, все были счастливы, ура, Юра. Вот это счастье этого периода, да? И еще, а Монсеррат Кабалье, вот оно счастье, да? Я думаю, ну все, все уже получилось, я возвращаюсь опять в тот же самый переход, тоже ничего не получилось, ну, он спрашивал о нуждах, я говорю, зарплату не платить, ну, говорит, это все сложно. Ну, да, то есть вы решали свои мелкие бытовые, так сказать, какие-то? Нет, я сказал, вообще всем не платят зарплаты, когда там за год, там за полтора получить где-то, ну, да-да-да, вот. Но стипендии, кстати, почему-то в то время исправно платили, небольшие, но платили. Ну, и получилось так, что после этого я опять в своей переходе, и тут я уже, подходит ко мне друг, говорит, слушай, поехали, там, что тебе здесь стоять в Испанию с хором мальчиков и юношей школы Высенка, как солист поедешь? Я говорю, ну, поедут, а что пить? А ты вот так вот за две секунды выучишь. Я пошел, посмотрел репертуар, познакомился на тот момент с замминистра культуры Владимиром Ивановичем Рожком, он был еще недавно ректором консерватории. Вот, я первый раз поехал в Испанию с этим коллективом, и там встретилась такая женщина Леонор Гаго Куэту, которая впоследствии стала моим продюсером, менеджером, агентом по всему миру. И, собственно, благодаря ей дальше произошла встреча с Доминго, с Кабалье и... Маленький фрагмент у меня есть из «Чужой передачи», но все равно он очень симпатичный. Покажите нам, пожалуйста, фрагмент. Продолжение следует... Замечательный такой трогательный фрагмент, тем более, когда в этом году мы... Закончился ее земной путь, хотя голос звучит... Я вам скажу честно, он продолжается в ее учениках. Конечно. А их довольно-таки много. Ну и голос не перепутать, все равно есть записи, слава богу, и есть возможность слышать. Я вам скажу честно, я когда познакомился со своей супругой, я еще не мечтал даже, что я буду не просто видеть Монсеррат Кабалье, а буду знать. И она будет знать мою супругу. Потому что когда мы познакомились с Татьяной, я увидел, что у нее в сумочке лежит плеер, и там кассета Монсеррат Кабалье, который назывался «Барселона». Там был дуэт с Меркьюри, а все остальное это ее арии, дуэты из опер. И она до дыр затирала эту кассету, слушая, и ты не представляешь, я просто... Я первый раз, когда услышал их голос, я влюбилась в оперу. А второй раз, говорит, когда увидел тебя, я говорю, так понятно, все, все понятно. Вот, и вот представляете, да, вот случается такая ситуация, ты попадаешь к человеку, он для тебя идол, все. Как говорится, не возведи кумира. Потому что ты потом это уже понимаешь, когда начинаешь общаться, и когда она узнает, что у тебя дети, и перестают брать с тебя оплату за обучение. Она думала, что я золотой ребенок, там, откуда-то с Москвы. Она почему-то очень долгое время думала, что я с Москвы, потому что к ней приезжали люди богатые. Состоятельные. Да, у нее, получается, 100 евро 45 минут, академ-час шел. А я эти деньги зарабатывал в шпитале Дэ Сан-Пау. Я работал, ну, медбратом, так сказать, да, то есть я там старичков там мыл, укладывал спать, в морге работал, ну, всякое такое. Ну, в общем, тяжелая очень работа, а то, на которую испанцы не готовы пойти. Но за это платили эти деньги, которые я мог оплатить себе обучение, высылать домой. А параллельно я еще вел концертную деятельность и гастрольную вот со своим агентом. Это характер. Вот из чего слепился вот такой образ внутри себя? Вот что? Это на характере? Ну, не каждый будет ухаживать за стариками, чтобы оплачивать обучение. Вы видели перспективу? Что-то вы... Что? Что внутри? Нет, это точно... Я не знаю, что такое, то, что вы имеете в виду, характер. Достину, как говорят, судьба, да, то есть как бы идешь, но к цели, надо к ней идти. Ты же не просто так оставил жену с двумя детьми в другой стране для того, чтобы вернуться ни с чем. Ну, я не говорю о деньгах. Да, да, да. Как говорится, если девочка положила свою профессию, потому что когда она вышла за меня замуж, она отказалась от своей профессии, чтобы воспитывать детей. Она не просто так ушла, как другие, села себя на диване, ничего не делает. И ты понимаешь, что она жертвует своей профессией журналистки, тележурналистки. Очень крутой. То есть, когда мы с ней познакомились, она уже звездой была, по большому счету, да. И сейчас она опять вернулась в эту профессию, слава богу. И она счастлива в том, что она делает. Просто, ну, большой кусок, я скажу так, почему я говорю юбилейный концерт, 25 лет. Из них 20 лет это Татьяниных. Как хорошо, да. Потому что она практически этот период, ну, не 20, она чуть меньше, я говорю, что она... Ну, в любом варианте, да. До появления детей она мне посвятила свою жизнь. И на самом деле это очень круто. Очень круто. Ну, и на характере. Я думаю, на любви. На любви. Вот мы к чему пришли, все правильно. Кстати, те, кто сейчас, наверное, задумались, почему Юрий и Гадо. Ну, к роману практически отношения не имеете. Там года. Года, да. Там ожидание года. Да. Хотя, вы знаете, я прослеживаю какую-то связь, потому что, в принципе, трагикомедия. Да, у вас очень много трагикомичного было в жизни. За счет характера вы переводили это, может быть, в комедию. Но трагичных моментов было достаточно много. И тяжелых, тяжких даже, я бы сказала. Ну, и в ожидании. Вот это вот у вас вся жизнь происходит тоже в каком-то ожидании. Вот этого некого. Чего-то, что-то должно опять произойти. Знаете, четыре года назад, когда я делал свой первый сольный концерт в городе Киеве, и мне помогали этот концерт делать мои друзья, как и сейчас помогают мои друзья. Люди, которые не только любят творчество, которыми я занимаюсь, а как бы у нас очень близкие отношения. Потому что спонсоры в этом не видят никакой перспективы в данный момент. Когда это начинается уже быть популярным, раскрученным, все любят за тобой и только возьми. Это так в Испании было, потому что в этом культура. Там никогда проблем не было с финансированием больших туров, которые у меня были, громадных. Потому что люди знают, они соображают в этой культуре. Хотя очень странно, как говорится, да, Испания, как многие, я вот так с кем разговариваю, они смеются, говорят, да они еще в 70-х на быках землю орали. Это мы им трактора дали. Ну как бы с таким, ребята, да, но эти люди посещают оперу, эти люди настроили филармонию обладенных. Они сохранили культуру, которая у них есть. И это вот то, чему надо нам у них поучиться. Это вот в этом патриотизм, я считаю, проявляется. Все лица, верно. И трагикомические какие-то вот имя Гадо. Гадо обязует очень сильно, потому что это человек, рожденный дарить любовь через творчество, изобилие своего таланта через свой. Я когда начал копать, что это имя значит, потому что мне дали два священника. Два священника, да, отец Франческо и отец Николай. Да, да, да. И было очень интересно, что разница в пять минут после того, как они мне позвонили, сказали об этом. Ну и есть один момент, я сначала говорю, а что это такое? И никто из них не дал, ну они не знают что-то. И я начал смеяться, говорю, я знаю, я в Испании знаю хорошего баскетболиста Гадо, я знаю гольфиста хорошего Гадо, ну как бы графа Гадо знаю все, ну там князя, да, дюкль. И все такое прочее. А тут Гадо, и начал рыть, 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 кроме того, что это фамилии, как бы, да, там года, года, а тут Гадо, последнее ударение. Я нашел. Это вообще с языка, мне кажется, это какой-то язык, даже говорят с языка каких-то Готов, какие-то журналисты это написали. Я говорю, это, ну какие Готов, у Готов такого языка как бы не было, да. Начал рыться и докопался к тому, что это было на территории нашей, вообще, вот, как говорится, обширной советской родины, на Тартарии. Вот, Готами называли людей, которые через, именно через пение, ну, как трубадуры, знаете, они просто бродили по земле и дарили свой талант. Теперь вы представляете, вот это же, вот, теперь это вас обязывает все же. Это большая ответственность. Ответственность, да. Очень большая. Я когда об этом узнал, а потом еще, как говорится, на Афоне пообщался со старцем Геродом Григорием, который отошел в мир тоже вот недавно, потрясающий человек, о котором много фильмов снято, много, и это уникальный, насыщенный юмором был человек. Я когда пришел, он сразу, ну, это прозорливый старец был, которому не надо было представляться, кто ты, что ты. И моя встреча с ним тоже была интересна. И я тогда понял свое назначение, когда я искал этого старца, я хотел увидеть, как выглядит человек, которому сто лет, как вот он, о нем все говорят, книги пишут, фильмы документальные снимают, художественные фильмы про него, он сказал только после его смерти. Я думаю, с ним вот обязательно, гениальный был человек. Я в этом Дахиаре бегаю еще, он говорит, ты кого ищешь? Я говорю, настоятеля храма, все. Он говорит, ну, пойдем со мной. Только сначала, я тебя сниму, только так хочу апельсина, говорит, у нас-то, говорит, сад, там лимонечки, апельсинечки, нарвины. Я подхожу, ворота громадные, кованные, и оттуда сюда закрыто. Я говорю, а как же, ты молодой, был бы я, я бы туда бы уже, там сидел, на той стороне. Я переложу, а забор с такими иглами, с шипами, я перелез осторожненько, смотрю, он такой же весь красивый, белая рубашечка, чтобы для встречи с святым человеком. Да, осмотрю, они все в лаптях ходят, думаю, ну, плохо воспитанные, наверное. Не, ну, монахам, да, ну, а те, кто приезжает в кроссовках, кедах, ну, неправильно, я думаю, ну, к Богу это, ты приходишь как на праздник, да, как на Пасху. И Пасха каждый день в нашем сердце, и я же начинаю собирать это все ему. Он, все, все, хватит, хватит, ой, здорово, сам попробуй, попробуй, это божественно, там действительно вкус невероятный на фоне. И он такой, и уходит, я говорю, постойте, я говорю, а как же мне отсюда, он такой, шок, иди за мной, иди за мной. Я туда-сюда, что-то с этими воротами, а там остальные иглы выходят вот так вот, получается, назад уже никак не вылетел. Никак. Это специально так, против, как бы воришек сделано, да. И я думаю, потом начинаю рассуждать, кому здесь на фоне еще надо воровать. Здесь все братья, что-то здесь не то. И встаешь, и идет группа моих друзей, известных спортсменов. Я говорю, ребята, слушайте, позовите какого-то там. А тут идут послушники, говорю, о, ребята там, ну, русскоговорящие. Я говорю, вы можете там позвать кого-то из персонала? Я говорю, ну, я вот перелез, они, что ты здесь делаешь? Ага, попался, вор, вор, права, вот тебе руку отсекут, и начинают подшучивать. Да. Мои друзья, да. Ну, послушник, мол, сейчас проходит, берет, и только так, от себя просто, эти ворота я открыл. Они просто были, ну, то есть я их шатал, я перелазил, не открывались. Хорошо, встречаю этого дедушку, говорю, что ж такое, я на него так, начинаю так порудивать. Это готовая притча, да. Он садится, говорит, на, съешь лимончик, говорит, только лимон остался, говорит, апельсин, извини, все съел так хозно, говорю, можешь. А он сидит, тут у него собаки, коты, все на нем, какие-то птички, до меня еще не доходят. Ну, потому что я привык наших настоятелей видеть в золоте, вот, таких вот холеных. А тут человек в рабочей форме, грязный, потому что он только что глину несет, где-то, чтобы строить, продолжать дальше, для нас же, для паломников, эти комнатушки. И он говорит, приходи сегодня на все ночные, я буду проходить, я тебе покажу, где он будет. Я говорю, точно, да, только стой, говорит, слева от двери, такие стульчики, говорит, будем служением все ночные, говорит, увидишь. И вот он заходит весь такой, я говорю, и уходит куда-то. Ну, вы догадываетесь, финал, открываются царские врата, и выходит этот старичок во всем злате, в серебре, в этой красоте. И первое, когда он уходит, он прочитал, ну, вот, выходную молитву, стал под милом. И мы с тех пор очень сильно дружили. И он мне объяснил, что ответственность моего и меня на самом деле очень велика. Что оно дано не просто так. Хорошо. И что теперь с ним делать? Да, вот теперь что с ним делать? На всю жизнь притом, да. Давайте теперь поговорим о том, с чем приехали в Одессу. Потому что вот наши телезрители, которые с той стороны экрана вас с удовольствием слушают. Ну, что вы им приготовили? Ой, я приготовил потрясающее театрализованное шоу с четырьмя потрясающими певицами, с тремя девочками из Киева, с Татьяной Амировой Одесситкой. Тоже наши. Да, это очень яркая девочка. Она, по-моему, была в голосе. Да, но я скажу, что я познакомился с ней намного раньше, задолго, она еще была практически ребенком. Ее папа, Александра Амиров, мой друг, познакомилась и говорит, я очень хочу, чтобы ты послушала ребенка. Очень хочу. Я ее послушал, говорю, слушай, ну ей надо локалом заниматься, учиться. Ну, будешь заниматься? Я говорю, ну куда, у меня гастроли, то есть он говорю, ну пару там классов. Ну, давай ты ее куда-то подключай, чтобы она практиковалась. К станку. Она, вот это ребенок действительно, ну это девушка, это потрясающе красивая выросла девушка, которая настоящая деситка, настоящая, прям такая еврейка-еврейка Амира, да. И она, конечно, вот это, вот там характер очень сильный и большая любовь к своей профессии. Но будет неправедливо, если я о других не расскажу. Да, называется сильный. Будет Тамара Калинкина, молодая, сложная артистка Украины, потрясающая оперная певица, красная, у меня все девушки очень красивые. Как мне сказала когда-то Анна Рыбачелева, золотые слова сказала, она говорит, я, говорит, не зрячий, но я их чувствую, говорит. И я знаю, что моя жена мне некрасивых на сцену, говорит, не пригласил, и мой продюсер, говорит, если ты хочешь иметь ошеломительный успех, ты должен не только красиво петь, и красиво петь твои гости, говорит, они должны еще и красиво выглядеть. Поэтому у меня все девушки очень красивые. Вот Тамара Калинкина, известная очень наша солистка, нашей оперы киевской. Дарья Литовченко, тоже с классическим образованием девочка-академистка. А что у вас делает Василий? Виктория Ильичичина, потрясающая тоже голоса Украины. Все девочки прекрасны. Алексей Морозов гитарист, от бога, и он обладатель, мало того, что потрясающее свое искусство гитариста, он очень шикарный композитор, человек. И известен во всем мире тоже. Он сейчас в команде Вакарчука, работает с ними на концерты все. И вот, дорогие одесситы, что я могу вам сказать? Василий Веростюк, самый сильный человек планеты Земля дважды, самый сильный человек Украины. Кстати, у вас есть одна закономерность. Его в 2004-м признали самым сильным человеком. И у вас 2004-й год, у вас точка. Вы даже не представляете, сколько у нас еще. Давайте я покажу, как вы балуетесь перед концертом. Смотрим. Смотрим. В все твои фантазии, вы всегда знали, Смотрим. Смотрим. Вот 30-го в 19-е вам рассказали, кто будет принимать участие. Мы будем раскрывать еще какие-то тайны? Ну, секретов у нас много. Очень-очень интересные. Это, я же говорю, это будет театрализованное шоу, это будет постановка, Виталий Пальчиков будет ставить. Гениальный обладатель трех киевских викторальный режиссер, мой друг большой. Это будет Сергей Голубничий, один из лучших молодых дирижеров, я считаю, не только Украины, а и мира. Ну, это очень тонкий, так сказать, знаток своего мастерства. Даже от него можно получать удовольствие во время того, когда идет мероприятие. Он очень элегантен. Ну, что еще я могу сказать? Тогда просто приглашайте телезрителей. Вот там телезрители, приглашайте. У вас есть 20 секунд. Вот там? Да, вот там. Дорогие, дорогие мои любимые одесситы, я безумно люблю ваш город. Я его называю своим городом. Это, говорят, есть маленькая Венеция в Украине, в Одесской области. А я скажу, что в Украине есть свой Ватикан. Это Одесса. Я приглашаю вас 30 мая, 19.00 в театр оперы и балета на свое феерическое шоу театрализованное «My Bohemian Life», где вы увидите каждую песню, которую я буду петь, мою частичку моей жизни за эти 25 лет. Она так и называется «Моя богемная жизнь», где я расскажу вам по чуть-чуть о своей небольшой, но очень насыщенной истории жизни. Вам очень понравятся. Даже люди, которые не совсем говорят «Нет, я не пойду, я в обере ничего не соображаю», поверьте, здесь вы поймете абсолютно все. Это будет от чистого сердца, лица ваших сердца, через даже не уши, а через все тело. Мое астральное тело элементальное пройдет сквозь ваши астральные ментальные тела. Ну и я бы хотел, конечно же, на правах гостя этой студии пригласить вас также. Спасибо огромное. Приходите с супругом. Спасибо огромное. Мы будем очень счастливы и рады. А я в завершении хочу еще немножечко, чтобы наши телезрители могли насладиться голосом Юрия Гадо. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам большое. Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok